В соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, вид разрешенного использования земельных участков определяется классификатором, который утвержден приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года, номер 540. При этом перечень возможных видов разрешенного использования земельного участка содержится в правилах землепользования застройки этих территорий. Собственники земли вправе самостоятельно определять целевое назначение в соответствии с установленными видами в территориальной зоне, где находится их земельный участок, при условии указаний этого вида в основных. В таком выборе не требуется принятие решений органа местного самоправления, достаточно лишь подать заявление об учете изменений в МФЦ, указать выбираемый вид и его код, при этом не требуется даже написание декларации. Однако необходимо помнить о главном принципе земельного законодательства – единстве судьбы земельного участка и расположенных на нем объектов, где первичен сам объект и вторичен участок. Если объекта нет, но планируется его создание на участке, необходимо выбрать вид разрешенного использования земельного участка по перечням в соответствующих территориальных зонах правил землепользования и застройки, а также в обязательном порядке получить разрешительную документацию на строительство планируемого объекта. Также нужно учесть, что если на участке уже возведен жилой дом и планируется изменить его назначение, например, на магазин, то необходимо получить разрешение на перевод жилого помещения в нежилое и скорректировать вид разрешенного использования земельного участка с учетом планируемого использования созданного на нем объекта. И последнее. Если в основных видах разрешенного использования не предусмотрено размещение магазинов, но есть указания этих объектов в разделе «Вид разрешенного использования, требующий согласования», то есть условный вид разрешенного использования, то потребуется пройти обязательную процедуру публичных слушаний и принятие решений органов местного самоуправления.